пережил депрессию, уехал жить в деревню, прокутил чужие 40 тысяч евро. Деревянка 46 лет. Обаятельный и успешный Павел Деревянка в свои 46 лет не был ни разу женат. Артист называет своей семьей двух дочерей и бывшую гражданскую жену Дарью Мясищеву. Дарья в конце ноября 2020 года объявила Павлу, что больше они не пара, актер, по его словам, не понимал, как это вообще может быть. Деревянка и Мясищева не скрывали, что у них совершенно особенные отношения, свободные. Но слова о расставании повергли мужчину в настоящую депрессию. В интервью Надежде Стрелец-Деревянка рассказал, что он был буквально в лоскуты, и ему выписали антидепрессанты. Выбраться из депрессии мужчине помогли не таблетки, а сублимация в работе только на съемочной площадке, он вернул себе душевное равновесие. Кстати, более глубокие выяснения личных отношений Павел и Дарья отложили на неопределенный срок. Снявшись в почти 90 кинопроектах и в большом количестве рекламы, Деревянка получал много денег, но распоряжался он ими по-своему. «Я ни разу не мог посчитать, сколько я в месяц трачу деньги у меня как сквозь пальцы. Купил дом, маме с папой квартиру, брату квартиру, кучу денег вложил в ремонты для своей семьи, и друзьям я даю деньги», — поделился он. Помимо прочего, Деревянка устраивает легендарные вечеринки. С огромным количеством гостей, костюмами, сценарием и не жалеет на это средство. Вот уже три года подряд он собирает друзей в своем доме в Таганроге, откуда открывается невероятной красоты пейзаж. Артист уверен, что его щедрость окупается старицей. Однажды, делая зарядку в новой московской квартире, он заметил под батареей конверт, который не попал в руки ремонтникам. Там оказалось 40 тысяч евро. Деньги, по своему обыкновению, Павел потратил легко. Но по его глубокому убеждению, именно эта манера заботиться о близких — самое выгодное вложение. Артист верит в карму и в воздаяние свыше. «Я спрашивал себя в последнее время, что бы я хотел, и нет выше мечты. Чтобы мне было хорошо, нужно, чтобы моим близким было очень хорошо, я называю это высшей степенью эгоизма, потому что от этого я кайфую». Уважаемые зрители и подписчики, сейчас минутка женского здоровья. У вас есть недержание мочи, подтекание мочи при кашле, чихании, смехе, прыжках, и это доставляет вам большое неудобство. Приглашаю вас на свой вебинар, где мы разберем глубинные связи в теле, и я дам вам пошаговый план по восстановлению здоровья тазового дна через призму комплексного подхода. Вся информация в вебинаре под этим видео.